Девушки отдыхают История жизни барона Штиглица – это история больших денег, амбиций и таланта. В деловом мире он был многолик – купец, банкир, фабрикант. Строил железные дороги, управлял главным банком России, закладывал традиции российской корпоративной этики, создавал первые страховые общества. Штиглиц рисковал, но тратил огромные деньги на то, что было важно для России. За глаза его называли русским Ротшильдом, но сам государь советовался с бароном по семейным денежным вопросам. Слово Штиглица ценилось выше векса. Состояние одного из главных богачей России оценивали в 100 миллионов серебряных рублей. Деньги огромные, равные половине годового бюджета страны. Когда барон Штиглиц умер, Петербург замер, ожидая подробностей его завещания. И был удивлен ими. В числе главных получателей миллионного наследства были молодые художники училища рисования. И все же Александр Людвигович Штиглиц – персона неудобная для историка. Сегодня архивы хранят немало деловых бумаг барона, но нет ни одного личного письма или дневников. Или вот загадка – в архиве в подлинном конверте хранится копия завещания барона Штиглица. При жизни он не любил быть в центре внимания. И странным образом ему это удалось и после смерти. К примеру, Штиглиц был самым крупным благотворителем своего времени, но его имя сегодня даже не вспоминают, когда говорят о Мамонтовых и Морозах.